На этой неделе в Петровской участковой больнице начал работать новый рентгенаппарат, установленный в отремонтированном помещении первого этажа старого корпуса больницы. Год назад здесь удобно разместилась служба, скорой помощи и диагностическая лаборатория. На открытии рентген-кабинета в станице Петровской побывали и наши корреспонденты. Старый рентгенаппарат, отработавший более 30 лет, вышел из строя больше года назад. Для селян это стало большой проблемой, поскольку для обследования приходилось ездить в районный центр. Перед этим ожидать обследования по несколько недель, так как рентгенаппарат в поликлинике города не рассчитан на обслуживание населения всего района. Решение проблемы было найдено благодаря социальному партнерству местной власти и бизнеса. Администрация района, предприниматели Петровского поселения, руководители предприятий агропромышленного комплекса обеспечили приобретение аппарата на условиях совместного финансирования его покупки. Стоимостью более 11 миллионов рублей. На открытии рентген-кабинета в Петровской больнице побывал глава района Роман Сенеговский. Задача, которую должна выполнять власть, это создание комфортных, благоприятных условий для проживания. Что может быть в нашей жизни важнее здоровья? Конечно же, ничего. Здоровьем нужно заниматься постоянно, ежедневно и, как говорят, правильнее профилактировать здоровье, чем потом лечить, потому что лечить не всегда получается. Приобретение рентген-аппарата стало долгожданным и приятным событием не только для петровчан, но и для жителей ещё шести сельских поселений, которые обращаются за медицинской помощью в участковую больницу Черноярковского, Кировского, Забойского, Целиного, Ачуевского и Голубой Нивы. По численности это порядка 40 тысяч человек. Почти третья часть населения Славянского района. Я приехал со станицы Черноярковского сделать рентген. Поехал бы в город, там очереди очень большие. А теперь удобно, конечно, что сделали у нас здесь, в станице Петровское, свой рентген-кабинет. Это большое спасибо, конечно, Роману Сенеговскому, так как больница нуждалась в нём. Вот считайте, у нас станиц много очень здесь. Новый рентген-аппарат соответствует всем современным требованиям. Предусматривает широкий спектр рентген-обследований с получением результатов, в том числе и на электронном носителе. Вести приём пациентов будет врач Екатерина Новикова. В отличие от старых плёночных аппаратов, здесь у него цифровые кассеты. То есть, после сканирования у нас изображение поступает сразу же на компьютер. Когда лаборант его обрабатывает, он передаётся на компьютер врача. То есть, это существенно сокращает время исследования. Если раньше нужно было проявлять плёнку, это где-то полчаса, то здесь максимум 5 минут на одно исследование. На данном аппарате мы можем снимать органы грудной клетки, опорно-двигательный аппарат, череп, позвоночник. То есть, различные травмы выявляют, пневмонии, злокачественное новообразование и туберкулёз, что является сейчас самыми распространёнными заболеваниями. Также данный аппарат, естественно, здесь снижена у нас нагрузка на пациента лучевая. Администрация района совместно с ЦРБ Планово занимается улучшением материально-технической базы в сельском здравоохранении, ремонтирует больницы и амбулатории, ФАПы. Как отметил Роман Синеговский, у жителей села должна быть такая же возможность получать качественную медицинскую помощь, в том числе и диагностическое обследование, как и у жителей города. Тина Кабачевская, Александр Косицын, программа «События».